Как установить личность сотрудника полиции? В соответствии с федеральным законом номер 342 сотруднику органов внутренних дел выдаются служебные удостоверения и специальный жетон с личным номером. Служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел является документом, подтверждающим личность сотрудника и его принадлежность к МВД, также должность и специальное звание сотрудника. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание, фамилию и предъявить по его требованию служебное удостоверение. Вот, например, как этот сотрудник полиции. Давайте познакомимся поближе с вами. У вас удостоверение показалось? Ну, желательно, если оно у вас есть. Вопросы у меня. Капитан полиции Петров. Если вы обращаетесь к сотруднику полиции, то по вашему требованию сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание и фамилию. Обратите внимание, что в этом перечне нет удостоверения. Сотрудник МВД не обязан передавать удостоверение вам в руки. Ему достаточно его вам лишь показать. В развернутом виде, естественно. Но и показывать его он вам должен столько по времени, чтобы у вас было время, возможность с ним ознакомиться. А не как вот, например, этот сотрудник ДПС. Доверение беспосторонних предметов. Я не вижу на таком расстоянии. Я еще раз говорю, я не вижу на таком расстоянии. Выдан от 13 мая 2020 года по 13 мая. Я прочитаю сам. А я вам все. Вы можете наврать. Вторым способом определить личность сотрудника полиции является его нагрудный жетон, на котором указан его идентификационный номер. При несении службы сотрудникам полиции в общественных местах они обязаны носить нагрудный жетон. В обязательном порядке жетоны должны носить сотрудники патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, участковые уполномоченные. Поэтому, если сотрудник полиции отказывается вам представиться и не показывает свое удостоверение, то смело снимайте его и его нагрудный жетон на видео. Он не имеет права вам запретить видеосъемку. Ну, хотя, если посмотреть YouTube, то они постоянно это делают. Давай на реп сюда. Идиот пришел с телефона сюда. Идиот? Вы же начальник полиции. Вы детей из кабинета. Вы говорите, что я у вас не спросил разрешения, а должен? Да, потому что я сотрудник полиции. И как действующие юрналисты должны знать, что у сотрудников полиции без их разрешения видеосъемка запрещена. Подробнее о вашем праве вести съемку полиции вы можете посмотреть у нас на канале. На этом все. Если это видео было вам полезно, то поставьте нам лайк и напишите комментарий. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и выскажите свой негатив в комментариях.